Та ситуация, которая сейчас складывается на наших общих границах, она требует более согласованных действий обоих ведомств, заинтересованных, да и обоих стран, и Республики Беларусь, и Российской Федерации. Мы к этому готовы и предлагаем это сделать нашим партнерам из Российской Федерации. В общем-то, такая задача президентам и поставлена сейчас совместно с Российской Федерацией, организовать работу по актуализации этого договора. Мы не выходим с этого договора, мы считаем полезным и нужным прилагать общие усилия по защите наших общих рубежей. Этот положение, он реально приносит в нашу пользу, это и инфрационный обмен, и совместные мероприятия оперативно-засыстные, и обучение кадров, потовка кадров и другие мероприятия. Но вместе с тем, мы считаем, что некоторые положения договора, они выполняются формально, либо выполняются не той степень, которая нужна. Это и совместные усилия по развитию пограничной инфраструктуры, по оснащению сил и средств, которые привлекаются для охраны государственной границы. В этих направлениях, как минимум, нужно предлагать больше усилий. Затрался вопрос, конечно, и нашей совместной границы с Российской Федерацией, Республики Беларусь и Российской Федерации, 1200 километров. Мы, как страна транзитная, теряем некоторую привлекательность свою, именно потому, что там выстраиваются какие-то дополнительные пункты контроля, и заворачиваются и граждане, и грузы через другие страны проходят. Это минус нам, как Республике Беларусь, транзитной стране. Но еще важно понимать, что вот эта открытость границы совместной Республики Беларусь и Российской Федерации, она для нашей страны приносит как определенные плюсы, большие плюсы для наших граждан, для страны, так и определенные проблемы. Мы это тоже должны говорить откровенно и нашим гражданам, и нашим партнерам. Вся незаконная миграция, которая у нас здесь фиксируется, каждую неделю, каждый день практически, это люди, которые идут с той стороны, пользуясь вот этой прозрачной границей, и мы задерживаем уже на своей границе и начинаем с ними разбираться, депортировать, передавать, там такой большой и длительный процесс. Второе, контрабанда наркотиков, контрафакта и все прочее с Центральной Азией, с Афганистана через эту открытую границу. Вместе с тем, сопоставляя вот эти минусы с теми плюсами, которые мы имеем для наших граждан, для страны, мы, конечно, и дальше будем придерживаться того, что эта граница будет свободна. Потому что это, прежде всего, большое удобство для людей, и россиян, и белорусов. Мы понимаем усилия Российской Федерации по обеспечению своей безопасности, понимаем те риски, которые есть у России, террористические угрозы и так далее, но вместе с тем надо искать другие пути совместных действий, чтобы снимать вот эти вот неудобства.